Владимир Набоков, Машенька, Роман Посвящаю моей жене, Эпиграф Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь, Пушкин Часть первая — Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, Язык вывихнуть можно? — Можно, — довольно холодно подтвердил Ганин, Стараясь разглядеть в неожиданной темноте Лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, В которое они оба попали, И этим вынужденным разговором с чужим человеком. — Я неспроста осведомился о вашем имени, — беззаботно продолжал голос. — По моему мнению, всякое имя... — Давайте я опять нажму кнопку, — прервал его Ганин. — Нажимайте, боюсь, не поможет. Так вот, всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее. А жену зовут совсем просто — Мария. Кстати, позвольте представиться. Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил. — Очень приятно, — сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. — А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Черт! — Сядем-ка на лавку, да подождем. Опять зазвучал над самым его ухом буйкий и докучливый голос. — Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером слышу, за стеной вы прокашлялись. И сразу по звуку кашля решил земляк. — Скажите, вы давно живете в этом пансионе? — Давно. Спички у вас есть? — Нету, не курю. А пансион грязноват, даром что русский. — У меня, знаете, большое счастье. Жена из России приезжает. — Четыре года, шутка ли сказать? — Да-с. — А теперь недолго ждать. Нынче уже воскресенье. — Тьма какая! — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. — Интересно, который час? Алферов шумно вздохнул. Хлынул теплый, вялый запашок не совсем здорового пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запашке. — Значит, осталось шесть дней. — Я так полагаю, что она в субботу приедет. — Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая тема, а то показал бы. — Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконцы не открываются. — Я не прочь их разбить, — сказал Ганин. — Бросьте, Лев Глебович, не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь птижо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово? — Увольте, — сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку. — Швейцар давно пчевает, — всплыл голос Алферова. Так что и стучать бесполезно. Но, согласитесь, мы не можем всю ночь проторчать здесь. — Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще натера фирма, мы друг друга не знали. Да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещение вместе. Кстати сказать, какой тут пол тонкий, а под ним черный колодец. Так вот, я говорил, мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх, и вдруг стоп, и наступила тьма. — В чем же, собственно говоря, символ? — хмуро спросил Ганин. — Да и вот, в остановке, в неподвижности, в темноте этой и в ожидании. Сегодня за обедом этот, как его старый писатель, да, подтягин, спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожидания. — Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович? — Нет, был за городом. — Теперь весна. Там должно быть приятно. Голос Алферова на несколько мгновений пропал, и когда снова возник, был неприятно певуч. От того, что говоря, Алферов, вероятно, улыбался. — Вот когда жена моя приедет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится. — Так точно, — сухо ответил Ганин. — Совсем уезжаете из Берлина? Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке, раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут десять. Вдруг наверху что-то щелкнуло. — Вот это лучше! — усмехнулся Ганин. В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая и поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был старым, балахонистым, песочного цвета пальто, как говорится, демисезонным, и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах, в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф. Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился. — Чудеса! — заулыбался Алферов, открыв дверь. — Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. — Пожалуйте, Лев Глебович, за вами. Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его, и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен. — Чудеса! — повторял Алферов. — Поднялись, а никого и нет. Тоже, знаете, символ.